Хотел бы быть хорошим, да душу давит грех. Я на последний грошек зажгу свечу за всех, воздам молитву Бога, прощения попрошу для грешных и убогих и снова согрешу. Сделать он мог бы еще очень многое. 20 лет монтажа, он был режиссером информации от Бога. Казалось, что он переживет нас всех, и вот его не стало. Пожалуй, первое, что когда я вспоминаю, вот этот шок от того, что кого? Олега? Почему? Как это? Он был самый сильный из нас. Олег Алексеевич Хорошаин принадлежит к той формации отечественных телевизионщиков, которые создавали школу советского ТВ. Школу особую, с абсолютной преданностью и полной самодачей к любимому делу. А принцип у него и девиз жизни – живи и работай так, чтоб трудно сделать легким. Легкое – красивым, а красивое – привычным. Он не только снимал, он сам писал, приедет с любого репортажа, у него на колене в машине уже текст написан. С Олегом мне всегда легко работалось. Олег из тех режиссеров, который точно знал, что ему нужно. Он делал абсолютно точно, секунду в секунду, столько, сколько надо. Он умел это уложить, озвучить, выбрать какие-то архивы. Он умел найти, что снять, ведь это очень важно. Уроженец Кирова, выпускник Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии, Олег Хорошаин приехал в Архангельск вслед за любимой женщиной. Познакомились мы с самым бесхитростным образом. Мы учились вместе на одном курсе. И он везде за мной, как нитка за иголкой ходил. С первой встречи, вот как группа создалась, что-то он так прилип ко мне. Разделить этот творческий дуэт, вспоминая об Олеге Хорошаине, невозможно. Наделенный немалым талантом, он щедро делился своими знаниями с супругой, тоже талантливым режиссером, дополняя ее в чем-то. Он же информационник, а я художник. Он меня научил сокращать. И от этого только текст становился лучше. Я ему очень за это благодарна. И вообще все последние фильмы редактировал мне он. И он был всегда моим первым рецензентом. Дом, который был открыт для всех друзей. Среди них много художников. Олег Алексеевич прекрасно разбирался в живописи и в музыке. Работал со словом не только в репортажах и очерках. В последние годы жизни в полной мере раскрылся его поэтический дар. Создавая общий дом, где есть дети и тепло, где от радости светло, где живем и ты, и я, режиссерская семья, где в лучах негромкой славы я купаю тебя, Клава. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...